Всем еще раз привет на нашей более узкой дискуссии. Очень приятно видеть, что столько людей интересуются вопросами своего бизнеса, может какого-то большого, маленького дела. Я верю искренне, что Украину ждут светлые времена, в экономике в том числе. Эта тема интересует и меня в первую очередь тоже, поэтому я надеюсь, что мы с вами проведем очень интересный и познавательный час. И я хочу пригласить наших гостей, которые сегодня выступят экспертами у нас. Марина. Марина Великая. Я бы хотела, чтобы ты рассказала про себя сама. Ты это сделаешь лучше всех. Я Марина Великая. Великая это не кличка, это фамилия. И я верю, что, наверное, за этим большое будущее. Когда-то мне сказали. Я рада всех вас видеть. Я сейчас занимаюсь ивентами. Ивенты это организация мероприятий. Данное мое направление это организация мероприятий в бьюти-индустрии. Как я к этому пришла, я думаю, что в процессе мы узнаем. Кратко расскажу о себе. Ивентами я занималась не всегда. Я закончила финансы. Проработала 15 лет. Доросла до... Всегда была карьеристкой. Доросла до финдиректора. Проработала на должности финдиректора 3 года. И так сложились обстоятельства, что наша компания стала перед выбором либо закрываться, либо нет. И я просто решила уйти в свое. Потому что я понимала, что я всегда работаю на 200% для других. Но люди не благодарят, они не компенсируют ни финансовой какой-то частью то, что я зарабатываю. И, соответственно, они не берегут мое время. И я поняла, что мне нужно вкладывать в себя, в свой бизнес. Будет он хорошим или плохим, я ничего об этом не знала. Ну, наверное, все в процессе. Спасибо. Спасибо, Марина. Можешь сюда... Спасибо. Спасибо, Марина. Ты можешь сейчас приседать, а мы приглашаем нашу следующую участницу. Это Зоя Николаенко. Николенко. Прошу, Николенко. Зоя, у Зои есть своя танцювальная студия. В принципе, как ты чудово выглядишь. Мы уже понимаем, что ты, напевно, давно занимаешься танцами. И больше про себя можешь так же спросить. Всем здравствуйте. Мне очень приятно находиться здесь. Хочу сразу извиниться. Я танцую, наверное, лучше, чем говорю. Это у нас, у хореографов. Нам лучше здесь снять свое внутреннее состояние танцем, движениями. Поэтому сразу извините, если где-то буду не насколько красноречиво. Я занимаюсь танцами... Что? Как танцует? Я занимаюсь танцами с пяти лет. И поэтому для меня не было... Поэтому моя жизнь так и связалась с... Я связала свою жизнь с хореографией. И в 2010 году открыла студию танца. Ну и все вопросы уже будем. Так, дякую, Зоя. И наша третья участница – это Анастасия. Настя – профессиональный логопед. И... И... И, если честно, то, Настя, я теж думаю, что я когда-то до тебя потраплю. Мені про це говорять з дитинством. Так, і, будь ласка, теж пару слів про себе розповідаю. Я логопед. Первое мое образование музыкальное было. И я работала в детском саду. И когда я слышала на утренниках, как дети выступают, да, когда вообще ничего было непонятно, я поняла, что я хочу им помогать. И я пошла учиться на логопедах. Потому что, ну, было жалко просто смотреть на это. Вот. Это первый момент. Потом, когда я уже... Ну, когда я поступила, я изначально хотела всегда иметь свой кабинет логопедический. Но это была моя мечта всегда. Да, я шла к ней определенные годы, но она сбылась. У меня есть логопедический не просто кабинет, а центр, в котором работают девочки. Нас команда 10 человек. Ну, и цель наша – помогать друзьям. Дякую. Итак, девчонки, начните, пожалуйста, открывать секреты своего успеха. Будем двигаться по порядку. Вот, например, открыть свой бизнес. Как пришла идея, да? Мне кажется, ну, что это такое логичное желание, да? Чтобы вот ничего не зависело в твоей жизни, ну, как можно меньше вещей от каких-то других людей. То есть свое дело, ты сам себе хозяин. Но, наверное, все-таки немножечко страшно. Как вы на это решились? Что было таким мотивирующим, чтобы решить на это? Ну, я начну. Студию танца. Идея пришла открыть. Наверное, я выросла в студии. Я начинала сначала с руководителя. Я была репетита. Я выросла как ребенок в студии танца. Потом у нас меня взяли как репетитора. Я работала. Потом я была как педагог в студии танца. И были определенные условия, наверное, с которыми мы были не совсем согласны. Условия от работодателей. И пришла идея того, что мы видели в себе силы. И я вместе с подругой, с напарницей. Мы объединились с тандемом «Я педагог современного танца» на «Педагог классического танца». И, наверное, мы сделали шаг на то, чтобы открыть свой бизнес. Я уже говорила о том, что я с самого начала поступления, я очень хотела иметь свой частный кабинет. Но не сразу это наступило. Я работала в отделе образования, работала в детском саду. И в какой-то момент пришел, что я не выкладываю здесь на 100%. То есть я не делаю всего того с детьми, что я хочу делать. Надо 8 журналов заполнить. Надо вот то сделать. Там тебя попросили на замену. Там еще куда-то. То есть ты полноценно реально не делал. Ты хочешь помогать детям. Ты хочешь 100% делать свою работу, но ты этого не делаешь. И тогда я поняла, что уже хватит это делать. И я открыла свой кабинет. Сначала это был маленький кабинет, 10 квадратов. Потом я начала учиться на современной методике. И я поняла, что уже тоже то, что я делаю, этого недостаточно. И я одна не смогу делать то, что хочется. И поэтому пошло расширение. Я с детства мечтала что-то иметь свое. Как-то не складывалось. Когда-то был у родителей бизнес, и они меня всегда подтягивали в него. Потом по ряду обстоятельств этот бизнес закрылся. Мама пошла на работу, папа занимался другим. Это конец 90-х, очень сложный период, кто помнит. Но я все время хотела что-то свое. То я им, давайте магазин какой-то откроем, да что-то еще. Но потом как-то все закрутилось. И я уже работала на основной работе. Но эта идея была. Я доставала старые свои какие-то дневники, старые какие-то сборники. Когда там бывает что-то пишешь, мечты, через 5-10 лет. И такое было. И я помню, мы как-то поехали на лидерский выезд. Даже где-то лет 12 назад. И там тоже были такие планы. И я тоже записала, что я хочу открыть свой магазин в Виннице. И так у меня получился переход от основного места работы. У меня были знания, знания о финансах, какой-то оптовой торговле, всего остального. Я просто купила на выходное пособие после работы, которое я собрала за какой-то период. Я купила косметики разные, три разных бренда. Вообще ничего не понимая, что пойдет, что не пойдет. Мне тогда показалось, что натуральная косметика должна зайти на ура. И я через год буду просто ездить на своей машине и буду супер богатой. Но оно не пошло. Я купила еще косметику Мертвого моря. Она тоже не пошла. Это были мои такие убытки большие. И я просто до этого училась на визажиста просто для себя. И купила один из брендов, который мне просто понравился на выставке. Я помню, когда приходила еще тогда финансистом. Когда еще отчеты сдавали налоговую, ручками, стояли по три часа в очереди. И меня пригласили на выставку. Я пришла, и я увидела там красивых девочек, которые ходят, которые просто такие все ухоженные. И ты такой замученный бухгалтер с папками пришел на эту выставку. Думаешь, что ты здесь делаешь? И ты понимаешь, что они зарабатывают намного больше, чем ты. Чем ты такой стоишь. И я поняла, что я хочу другой жизни. Я уже так не могу. И мне уже это все надоело. И если говорить про ивенты, то, чем я сейчас занимаюсь, это прошло со временем, когда у тебя рушится все, когда все возможные свои запасы вложил в эту косметику, которую ты не знаешь, как продать, по срокам она выходит, и что с ней делать. Когда у тебя никто не подсказывает, потому что до этого я работала с колбасой. То есть это вообще другое направление. Очень хорошие направления. Хорошие, да. И мне казалось, что я зайду в любой магазин с моими знаниями, все возьмут. И мне сказали, что для того, чтобы раскрутить любой бренд, тебе нужно пригласить человека, который... Сейчас это модное слово называется инфлюенсер данного бренда. Тогда это был просто как девочка, которая работает на данной косметике и знает об этой косметике больше. И так я начала работать. Сейчас это достаточно знаменитый визажист. Мы сейчас работаем отдельно, у него своя студия. И я начала по чуть-чуть, по чуть-чуть брать разных людей, возить их по Украине и набирать такой опыт. У меня абсолютно не было никакого опыта в организации, кроме того, что я выходила из своей зоны комфорта. И просто училась общаться с людьми, училась организовывать. Мне просто это нравилось. Мне просто нравилось этот весь процесс. До сих пор мне очень нравилось. Это если кратко, как о бизнесе. Я хотела бы, ты фактически ответила на наши наступные вопросы, потому что я их конкретизую для наших учасниц. Напевно, какая-то мотивующая сила, что это деньги, что это реализация, что керувало для того, чтобы начать свой бизнес. Я, наверное, отвечу на один вопрос, на который я не ответила. Начальная стадия того, почему я хотела заниматься своим, потому что я хотела иметь свободное время. Мне такая иллюзия была, что когда ты имеешь свой бизнес, то у тебя куча свободного времени и есть деньги. И это для меня сейчас очень важно, потому что когда я могу что-то отложить и помочь кому-то, кому срочно нужна моя помощь, и мне не нужно звонить директору и говорить, отпусти меня, или брать отпуск, или что-то еще. Для меня это очень важный фактор, свободное время, потому что время для меня самое ценное в жизни. Финансы это не без этого, но если просто Бог ведет, то он наполняет. И поэтому то, что касается ивентов, у меня нет стандартной заработной платы, я работаю на процент, поэтому это каждый день лотерея. Соберется группа, не соберется, заработаю, не заработаю, но мне это нравится. Трудности, с которыми мы столкнулись на начальных этапах. Первоначально у нас был скромный капитал, на то время у нас было по 50 долларов, это, я не помню, это курс или 5, или 8 по курсу. Мы основные деньги потратили на рекламу нашего проекта. Арендовали мы, начинали все со школы, с маленького танцевального зала и с микрорайона, который находился на окраине города. То есть для нас это были аренды зала, которая была для нас подъемная. Мы проработали там небольшая реклама для нас, микрорайон, который про нас узнал и которым детям было удобно заниматься, пришли к нам, но мы поняли, что дети тянутся, идет набор, и мы рискнули через, спустя полтора года, мы рискнули переехать в центр на более сложные условия финансовые, на более дорогую аренду помещения. Первоначально это было довольно нелегко. В команде мы работали только с напарницей вдвоем, поддерживая друг друга. Мы и по сей день, я хочу сказать, что свою карьеру я начала в городе Наомоскоск, Днепропетровская область, и два года назад мы переехали с семьей в город Ирпень, и уже в Ирпене у меня было становление второй раз, я открывала все с нуля. Ну, все уже, получается, 7 лет я проработала в Наомосковске, 7 лет просуществовала школа, 7 лет мы вместе с напарницей это все потихонечку-потихонечку возглавляли. Ну, трудности было, наверное, по ходу работы все вопросы, все вопросы старались вдвоем решать. Ну, вот так. Я когда решила открывать свой кабинет, я работала на государственной работе, то есть это постоянно стабильная зарплата. При этом я снимала квартиру. И я понимала, что сейчас, если я ухожу из государственной работы, то есть у меня стабильного нет вообще ничего. То есть мне нужно арендовать кабинет, мне нужно арендовать квартиру, и будет мне хватать денег, не будет, то есть я не знала об этом. Но я молилась тоже, говорю, господи, я не знаю, но я делаю вот этот, я его называю шахверой. То есть вот такой скачок вперед, я не знаю, что будет дальше, но я доверяю тебе, потому что я чувствую, что что-то менять нужно в своей жизни. И это был маленький кабинет, как бы Бог давал на аренду, на жизнь, на все. И в это время я начала, у меня была мечта 5 лет еще отучиться на одну французскую слуховую терапию томатист, не знаю, может кто слышал, кто не слышал. И это, ну, я 5 лет мечтала об этом. И, ну, это очень дорогое обучение, это нужно было лететь во Францию учиться. Я когда, ну, я понимала, что у меня нет денег таких, я начала обращаться к бизнесменам. Я говорю, ну, займите мне эти деньги. Ну, мне все покрутили у виста, говорит, Настя, ты больная? Говорит, такой деньги никто не вкладывает, говорит, потому что, ну, как бы, надо вкладывать в то, что приносит доход, как бы, а не то, что ты хочешь кому-то помочь. Говорю, ну, окей. И, ну, все равно вот на протяжении, как бы, времени прислали мне ссылки, как бы где-то я встречала эту информацию, потом можно было в Москву поехать. И вот в 2016 году они приехали в первый раз жизни во Львов, как бы, и проводили это обучение. И мне уже все мои знакомые говорят, Настя, говорит, ну, если ты уже, уже к тебе приехали, уже что-то давай решай. Вот, и в это время я общаюсь со своим будущим мужем. Ну, как бы, одно время мы не общались с ним, я думаю, ну, как выйду я замуж, не выйду, как бы, но вот это, ну, я хочу обучаться, как бы, это очень дорого, мне занимают деньги. И мы, у нас в церкви проходит курс по подготовке к браку. И вот когда у нас был один из уроков по финансам, Славик Грунтковский, наш пастыр, говорит, как у вас с финансами? Я говорю, у меня долг больше 100 тысяч. Ну, короче, он говорит, ты что, готов, говорит, взять ее замуж? Он говорит, с таким долгом? Он говорит, да, готов. Ну, то есть, ну, мы женились, да, у меня был долг, но, несмотря на это, как бы, ну, мечта моя сбылась, как бы, я отучилась, и потом вот, когда, ну, как бы, ну, это были современные терапии такие, которые вот сейчас, ну, очень много деток с особенностями в развитии, да, и просто логопедия им не помогает. То есть, нужно еще какие-то стимулирующие вещи, которые, как бы, ну, вот, которые будут продвигать. И поэтому, как бы, я поняла, что уже недостаточно вот этих вот 12 квадратов, которых я была, уже надо больше. И я, ну, вот, рассматриваю разные варианты аренды, уже было три комнаты, которые я планировала снимать. Мы женимся, Дима в шоке вообще с меня, говорит, ну, ты что, ну, как бы, у меня долг, да, у меня, как бы, ну, вот, я планирую дальше снимать помещение, то есть уже люди в команде у меня есть, которые, ну, хотят, как бы, со мной работать. Но, ну, Бог верный, как бы, он, как бы, ну, он вел, и долг мы отдали, как бы, и замуж я вышла, как бы, все хорошо. Вот, ну, я, ну, как бы, вот, ну, были разные сложности, да, как бы, потому что, ну, у меня не было, например, столько денег, да, чтобы, как бы, вот, ну, запустить это, как бы, но у меня была вера, как бы, и у меня была мечта, и были вот эти вот маленькие шаги каждый раз. Ну, вот, мы когда поженились, мой муж говорит, я не думал, что можно столько вкладывать в работу, ну, как бы, столько денег тратить в свою работу, говорит, потому что, о, надо вот это мне, мне надо вот это, вот это надо детям, как бы, ну, уже сейчас он тоже вкладывает очень много в свою работу. Вот, ну, я говорю о том, что, ну, будут сложности, как бы, но, ну, все равно нужно просчитывать, да, но иногда ты все не просчитаешь. Да, Настя, ты частично зацепила тему, которую мы хотели спросить дальше, что, ну, для таких поступков, да, нужно определенный склад характера, личности, возможно, да, а рядом разные люди, и они по-разному реагируют на такие, ну, рискованные шаги, что ли, неоднозначные шаги, то есть встречали ли вы в этот момент перемен, встречали ли вы какое-то такое, ну, сопротивление от близких, от знакомых, от друзей, которым вы, вот, говорили свою идею, я хочу такое, а они говорят, нет, что вы, это не получится, это глупости, не уходи с классной работы, вы, там, потеряешь пять лет жизни. Наверное, были все, ну, все варианты людей, да, которые и поддерживали, которые останавливали, но я, так как я человек верующий, как бы, я понимаю, что Бог контролирует мою жизнь, я молилась, говорю, Господи, если в моем сердце будет мир, ну, то есть, я не буду об этом переживать, то есть, я, ну, я знаю, что я на правильном пути, и вот, ну, один из факторов таких в моем сердце, это был мир, что я вот правильно иду. Ну, понятно, что поддержка, как бы, людей очень важна была, ну, поддержка мужа, потому что я уже не одна, если раньше я шагала сама, я такая вся амбициозная, как бы, да, я вот все могу, как бы, то здесь мне надо было, ну, уже советоваться с мужем, уже я не одна была. Вот, и поэтому где-то, ну, где-то меня это останавливало, да, где-то, ну, ну, если я раньше сама решала, как бы, ну, я замужем только три года, поэтому, ну, как бы, я уже состоялась как личность, да, как бы, мне, ну, вот, ну, я сама решала все вопросы, и, ну, как бы, понятно, что с кем-то ты советуешься, но вот тогда, на тот момент, ну, о расширении, как бы, моего дела, то я советовалась с Димой, как бы, и он был большой поддержкой для меня, как бы, что, да, страшно, но мы шагаем, мы идем, мы пробуем. Ну, если ничего не будет, ничего не будет. Я хочу сказать, сказать небольшую предысторию. Бизнес у меня создался, мне было 24 года, и на то время, это был 2010 год, в 2006 году у меня не стало мамы, и старшая сестра была уже в браке, и отца тоже у нас в семье не было, и я жила самостоятельно, я стала уже самостоятельно принимать решения, и, как бы, много в жизни кардинально изменилось, и, наверное, карьера у меня была не на первом месте, так как я не выросла, наверное, в... ну, я выросла в традиционной православной семье, и, ну, у меня было, наверное, что-то внутри меня, чего не было в моем окружении. И я начала вот в такой период, в 24 года, я очень хотела, я обращалась, вот в этот период у меня пошла просьба к Богу, причем, наверное, такая неимоверная, что я говорила, дорогой Господь, я хочу семью, я не хочу, я уже наработалась, я... у меня есть работа, я натанцевалась как исполнительница, я хочу семью. И в 2010 году, как таковой поддержке мы с напарницей вдвоем усердно работали и начинали свой бизнес с того небольшого, что у нас было, и потихоньку двигались к тому, к тому, что у нас сейчас, то есть с небольшим, с небольшим стартовым капиталом. Нам этого хватало, и в 2012 году я встретила своего мужа, и он из верующей семьи, и я начала про Бога узнавать больше, и я начала узнавать закон Божий и проводить через закон Божий, смотреть, фильтровать свою жизнь, как я жила до этого, и не только свою жизнь пересматривать, а и подходить с этой стороны к своей работе. У меня стали вопросы касательно работы возникать относительно танцевальных постановок, а что я могу делать, а что я не могу делать, потому что даже сфера искусства коснулась... духовная тема коснулась и сферу искусства. Как потом, как я начала глубже копать, да, большой поддержкой для меня в дальнейшем развитии моей карьеры стал мой муж. Вот, в принципе, вот так. Сказать, что я прошла этот период, вера, не вера, я не могу так сказать, потому что у меня до сих пор есть друзья в тяжелые периоды, в межсезонье, когда у меня бывает, это полтора месяца зимой, полтора месяца летом, когда у меня опускаются руки и нет денег, то мне начинают говорить, почему ты оставила, возвращайся назад. Но меня на первом этапе вообще не поддерживала семья, я шла сама, я спала по 3-4 часа в сутки, я понимала, что мне нужно сделать, я хотела, чтобы мне помогли родные, они меня как-то поняли, поддержали, как-то не было. Я в тот период времени переехала из Зерпеня в Винницу, думала, что у меня там больше будет возможностей получится, но меня не поддержали, меня постоянно говорили, давай мы тебе найдем работу, давай мы тебя устроим на работу, давай там туда. Но, во-первых, просто было понятно, что я уже на тот период времени занимала такую должность, что сейчас идти просто заново с обычного бухгалтера дорастать опять до финдиректора, мне было неинтересно. Финдиректор – это опасная профессия, ну как, она интересная, она классная, но 3 года ждать, пока за тобой придут, это у тебя криминальная уголовная ответственность, постоянно ты не спишь, ты живешь первым, двадцатым, десятым, пятнадцатым, и у тебя постоянно страх просыпаешься, дергается глаза, потому что у тебя какой-то дедлайн, и ты не успеваешь. Поэтому сейчас, когда мне пришлось уйти, все там бывают, говорят, ну как, у тебя там были и в подчинении люди, мне честно намного легче после какого-то ивента убрать стаканчик и помыть посуду. Я знаю, что я закрыла данное мероприятие, и все, и завтра никто не придет, хотя меня точно никто в семье не понимает. И меня очень сильно поддержал папа, хотя у нас были тяжелые отношения раньше, потому что родители развелись, и мы заново строили отношения, ну а это был тот человек, который, когда я еще не занималась ивентами, он первый, кто со мной ездил с теми почти просроченным товаром по всей Винницкой области, и мы кругом просились во все магазины, чтобы взяли на продажу. Он меня очень сильно поддерживал, верил, и сейчас он поддерживает и верит. И когда где-то год назад он мне сказал, что почему я тогда в 17 лет не увидел, что ты так любишь общаться с людьми, и что тебе это так нравится, а мы тебя не поддержали и запихнули в финансы. Ну как-то вот такое было. Поэтому если говорить вообще в общей сложности, надеяться на то, что вас будут кто-то поддерживать, ну это просто идеальная, наверное, какая-то ситуация, когда тебя поддержат, когда вы вместе будете проходить, ну девчонок там семья, у меня семья такая, мама с папой, сестра. Поэтому если вы идёте, то идите. Если вы хотите, то верите, и вы верите в то, что вы делаете, вы идите. Это не будут, возможно, большие деньги. Но не обязательно, всё же ценность не в фантиках, а в ценность в том, как вы себя чувствуете, нравится вам это или нет, хотите в этом заниматься или нет, или просто вы будете каждое утро, в 7 утра ехать на нелюбимую работу, возвращаться с неё и мечтать о чём-то грандиозном. Пусть вы будете делать что-то самое мелкое, вышивать или что-то ещё. Просто верьте, идите, чувствуйте себя, спрашивайте. Ну, раз, может, девчонки говорили, раз мы верим Богу, и мы у Него советуемся, потому что он дизайнер нашей жизни, и он знает нашу жизнь на будущее многих-многих годов. Дякую. Для того, щоб відкрити дівчині, жінці бізнес, вона стикається не лише з організаційними, адміністративними питаннями, вона ще й стикається з таким великим емоційним багажом, як справляться з своими емоціями, з людьми. Но, скажемо, це лише теж одні з видів проблем. І ви розказали по ситуации, як ви розпочинали свій бізнес, ну, свої проекти, да? Да, але чи був такий у вас, була ситуация, момент, коли ви хотіли просто всекинути? Да, руки опускалися, ти розумієш, це все-таки потрачений час, піду краще в школу, або повернусь назад на роботу фінансиста. І, скажемо, що вам в цей момент реально допомогло все-таки переклинути себе і рухатися далі? Помогает, тому що такі моменти часто бувають, навіть зараз. Помогає молитва? Помогає молитва, коли ти просто приходиш, і ти розочарован, у тебе не получается, у тебе, ну, как у мене, не собралось какое-то обучення, плюс тебе потрібно доложити вже отложені деньги, тому що ти пошел в більшій минус. Молитва, і Бог підтримує, і він проводить, і для мене це, наверное, основне, то, що відвіжит мене, то, що менеє мене, плюс мене дуже сильно підтримує, тому, що в івентах, це то, що я общаюсь з людьми, і це люди для мене становятся як одної сім'єю. І тепер я вже можу по всій Україні приїхати, у мене є куча друзей в кожному місті. І це люди, які просто после івентів ми стали більше общаться, більше почали підтримувати. І що мене ще буває, дуже сильно ободряє, це коли люди приходять і обращаються за допомогом. Ну, то есть чужой чоловік, який прийшов в семинар, там, по прическам, или почему-то ще, він звонить, і він говорить, мені потрібна допомога, тому що я був, що ти там, либо церковь посіщаєш, либо ще. Це настільки ободряє. І ти готова вже їхати на семинар в ноль, тільки щоб, якщо, побыть в цій атмосфере, познакомитися з новими людьми. Ну, такі ободрення. В моєї життя було так, що я мама двоих діток, в 13-м году я родила сына, а в 16-м году у мене родилась дочка. І совміщається з роботою, у мене в період рождения второго ребінка стало немного трудновато. Я понимала, що в любой сфере бізнеса необхідно розвитие, саморазвитие, ти должна посещати мастер-класси, кожна сфера дуже стремительно розвивається, і хореографія не стоїть на місці, що посещає і тренінги, мастер-класси – це дуже важливо. І я, наверное, засиделась в декрете. У мене були моменти, коли я понимала, що я відстала від струї, в якому знаходиться зараз моя стихія. Мене це немного гложило, що я не йду в ногу со временем, с хореографією теперішнього времени. Але тим не мене я верила, що детки подрастуть, і я змогу догнать. В этот момент підтримка була зі семьи, допомагали і родители мужа, і муж. І моєй дочці два с половиною року, і, наверное, першлим летом я почала потихоньку входити в ритми, розвиватися, то, що догонять, догонять современну хореографію. Вот так вот. Ну, бача підтримка. Так як я работаю з дітками з особливостями в розвиті, то эмоціонально ти виграєш. Ну, как би дуже тяжело буває. І, наверное, більше всього то, що підтримує, це горіші гляда родителі. Какі-то успіхи у дітей. Коли хтось приходить, особливо, якщо це дітки не говорять, і кажуть, що у нас якісь слова пішли, чи предложення пішли, чи ще що-то, то ти розумієш, що ти не напрасно це робиш. Муж, конечно, муж підтримує мене. Мені нравиться мій муж тем, що він, що він все, що думає, він говорить. Якщо я там себе накручую, накручую, він так, Настя, він говорить, успокойся, смотри, є вот цей, цей момент. Ти вот це думала, так не вийшло, так не вийшло, так не вийшло, може бути так. І він мені по полкам хопа-хопа раставляє, я думаю, о, ну да, правда. І, конечно же, Бог, який ободряє, тому що, я понимаю, що мій любви, к мій професії, к мій мечті цього недостаточно. То есть, ну, у нас є человеческий ресурс, який може, як би, умирати, тухнути, але Бог наполняє моє серце той любов'ю, котре, ну, як би, ти понимаєш, що ти, як би, ну, ти можеш вже більше, да, ти любиш цього ребінка більше, ти, як би, ну, як-то у тебе хопа і крылья опять виросли, ну, несмотря на то, що, як би, було там вчора уныння или ще там що-то, ну, як би, скажіть, пожалуйста, куди ви вкладаєте деньги, як ви можете відкрити такий секрет, як ви розвиваєтесь, це така фінансова сторона вопроса, і як ви знаходите время на віддіх? Для себе. Куди ми вкладаємо деньги, смішно. робота, да, куди їх можна вкладаєть. Вот, да, действительно, ну, как би, у нас, ми з мужем снимаємо і дом, в якому живем, і поміщення, в якому я работаю, да, і работает команда, как би, поэтому, ну, ми вкладаємо їх туда же, откуда получаємо. то есть, ну, це смішно, да, иногда, вот Марина говорила, що, действительно, ну, не завжди ти зарабатуєш столько, скільки ти би хотів, да, то есть, ну, я більше называю свою роботу в якому, ну, как би, душа радується, ну, когда є ще какая-то прибыль, ну, тож хороо, да, ну, вот, поэтому, сейчас я вообще в декрете, ну, как би, я так онлайн работаю только, вот, три місяці малышки моя скоро буде, вот, поэтому, как ми віддихаємо, ну, ми приняли решення для себе, ну, у себе в семі, що по-любому ми виделяємо время на віддіх, потому що, ну, как би, якби, 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 ми уставші, ми физически уставші, ми, ну, как би, ну, нету радости в тому, що ти делаєш, ну, ти не здорова емоціонально, ти не здорова физически, поэтому, как би тяжело не було, пускай це буде два дня выходних, де-то у речки, якби, 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 якби себе не можеш позволити, але все равно, це треба, це треба, це треба, це треба, це найголовніше. ще какой-то, все? Все. Ну, единственное, насчет вот инвестиций, я имела в виду, понятно, у вас у всех свое дело, да, я имела в виду, кроме того, чтобы там, покупать расходники, какие-то операционные траты, то есть, вот, если не это, то что? Следующее? Ну, я очень в свое время, ну, как бы, много очень финансов вкладывала в свое обучение, потому что закончить университет этого недостаточно, ну, то есть, чтобы быть классным специалистом, которого тебя, ну, и быть продуктивным, то есть, недостаточно просто закончить университет, то есть, ну, как Мадима говорит, Настя, твоими сертификатами можно квартиру, говорит, все, обклеить, говорит, ну, я говорю, не, мне надо еще поучиться, мне надо еще туда поехать, вот, поэтому, ну, я думаю, что это важно, вкладывать, ну, в себя, в свое обучение, потому что, ну, как бы, вот, как Зоя говорила, что мир, он не стоит на месте, то есть, постоянно есть какие-то новинки, 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 поэтому, ну, для меня это всегда важно было, вкладывать в обучение, я, я училась в университете, я работала в государственном учреждении, но я уже тогда вкладывала в себя, потому что я понимала, что, ну, если я сама себя развивать не буду, ну, как бы, ну, точно никому это не нужно. Сейчас мой бизнес стоит на этапе становления, и я второй год уже заканчиваю работать, учебный, второй учебный год заканчиваю работать в городе Ирпень, студия танца, так как я столкнулась в Ирпене, с другими трудностями, не с такими, которые я имела в городе Наомосковске, то есть, там у нас, мы работали при Дворце культуры, там немного были другие договоренности, и арендные условия, и было чуть-чуть легче, все-таки это город, и финансовые условия были попроще, здесь я столкнулась с другими трудностями, и сейчас, наверное, все инвестиции идут в становление, становление, достойного зала, в котором дети могли приходить и обучаться хореографии, то есть, ну, это семья и развитие, развитие бизнеса, и развитие, как Настя сказала, развитие себя, как педагога, чтобы я могла продавать продукт качественный, чтобы я могла преподавать качественно занятия, то есть, вот, все инвестиции идут в работу. Да, и про отдых расскажи, как педагога. Ну, во-первых, у нас есть в семье такое правило, что, приходя домой после работы, мама уже не бизнес-леди, мама – это мама, папа – это папа, то есть, все вопросы, дверь закрылась, и, да, бывает, бывает ругает меня, когда я беру вайбер, пишу, отвечаю, то есть, да, стараемся, иногда даже ставить телефон в режим самолета, чтобы сообщения не приходили. Ну, и также наша семья соблюдает четвертую заповедь, чтить день субботний. У нас день субботы – день для Бога, поэтому это день отдыха нашей семьи, вот так мы отдыхаем. Я люблю, как каждая девочка, вкладывать деньги в платьички. Это шутка. Лучшие инвестиции. Лучшие инвестиции, потому что вкладываешь в себя, и ты ходишь довольна. Ну, это шутка, конечно, ну, я люблю платьички, от этого никуда не денешься, это знают все мои друзья, но это как бы и моя рабочая униформа. На каком-то этапе становления мне нужно было откатать все те инвестиции, которые я вложила в тот неполучившийся товар. И, естественно, я мечтала о своем жилье, потому что я жила на съемном, а у меня где-то в голове было такое понятие, что ты должен иметь свое. И я собирала на свое жилье, потом я собирала на ремонт, и как бы все инвестиции шли в это. Но параллельно всегда на первом месте это образование, обучение. С каждым годом становится все сложнее и сложнее в моей сфере, как, наверное, и в любой. Это рекламные какие-то продукты, они постоянно обновляются, поэтому нужно постоянно идти в ногу со временем и постоянно обучаться. Мне сейчас очень нравится маркетинг, и я в это тоже направляю свои силы, свои знания, свои финансы. Есть какие-то мечты, но дело в том, что я еще не нашла в нашей стране безопасную сферу инвестирования. Я в процессе поиска. Если кто-то знает, подскажите. Я готова вложить в то, что не связано с моей работой. Как я отдыхаю? Так как я не имею семьи, мне очень сложно планировать свой отдых, потому что я могу поехать где-то на отдых это со своими подружками, а у подружек не такой график, как у меня. И когда у меня, например, не сезон, у них уже сезон. И ты постоянно выбираешь какой-то такой период, поэтому с отдыхом у меня пока не сильно складывается. Я в процессе. Я не лучший пример. Так что я хотела дизнаться, есть уже ваша история, как вы достигли того, что вы имеете в студии. И так же у вас есть какие-то знакомые, какие-то активные женщины, потому что подобные притягивают подобные. Своего доски, что вы можете сказать, в каких ситуациях не важно начать свой бизнес, свой стартап? Ну да, у меня есть друзья, которые занимаются бизнесом. Часто это семейный бизнес, когда они вдвоем. Это намного легче, если у вас есть семья, чем если вы одна. Если вы вдвоем и вы приняли решение, что вы движетесь. У вас, например, в моей ситуации часто это трудность. Это постоянный риск. То есть я могу прийти домой, мне завтра не будет кому заплатить за квартиру или купить мне еды. Допустим, если у вас есть семья, у вас есть муж, он может вам сделать такую заднюю стену, когда вы можете на него положиться, он может позаботиться о моменте того, когда вы будете возрастать в бизнесе. Поэтому в семье это намного легче, чем когда ты делаешь это одна. Это одна из сфер. Например, есть такое понятие, когда человек, он под кем-то. Под кем-то это в хорошем понимании смысла. Ему легче послушаться кого-то и выполнить работу, чем самому идти и двигать. Потому это тоже очень важный фактор. Если вам легче работать, чтобы кто-то решил, чтобы вам дал работу, и вы готовы там работать за процент либо зарплату, оставайтесь на своем месте. В этом нет ничего плохого. Вы просто качественно выполняете эту работу и растите в том. И это тоже очень хорошо. Но когда вы идете в свой бизнес, вам нужно принимать слишком много решений, которые часто не девчачьи решения. То есть вам нужно как-то очень сильно двигаться, брать много ответственности. И ни для кого не новость, что девушке намного сложнее развиваться в своем, чем мужчине. Ее воспринимают по-другому. Даже на станции техобслуживания в два раза больше берут тебя за машину, чем мужчине бы взяли бы. Или за мойку, или что-то еще. Так и в бизнесе. Это во всем касается. Потому если вы не готовы идти на такие риски, то лучше не идите. Просто будьте в той сфере, в которой вы есть, и развивайтесь, и будьте счастливы. Если готовы, двигайтесь. Есть еще один принцип, который я не помню, где я его услышала год назад. И он мне очень сильно помогает. Не знаю, почему у меня где-то он не появился 20 лет назад. Не попробуешь, не узнаешь. И я сейчас с ним руководствуюсь. То есть пробуйте, потому что чей-то опыт – это чей-то опыт. Вы попробуйте, узнаете, плохое это или хорошее. Вы просто уже что-то сделаете, уже какой-то этап пройдете. Вот и все. Я так считаю, что не следует начинать бизнес, если ты не владеешь информацией о своем продукте, который ты готов продавать. Если ты в совершенстве не ознакомился со всеми факторами, со всеми нюансами, то, что ты хочешь предложить клиентам своим. Всех ты не знаешь… Например, я скажу, что я проработала сначала, надо, как говорится, кухню узнать внутри, а потом уже возглавлять что-то. То есть я проработала при студии, я проработала… Я прошла как бы этап от репетитора, педагога, я прошла образование, потом нам давались классы, была как классный руководитель. А потом уже я увидела в себе силы, что я готова возглавить самостоятельно вот такую вот студию. Поэтому надо, наверное, пройти этап становления, начиная с малого и двигаться дальше по ступенькам. Ну и также, это первое. А второе, я считаю, что если у вас семья и ваш бизнес идет в разнобой с отношениями в семье, и это вредит вашей семье, я считаю, что надо оставаться в семье прежде всего. Мы, как женщины-хранительницы очага, должны, наверное, то есть если это идет в разнобой, то, наверное, не стоит. Если муж говорит, что я кормилец семьи, я буду кормить, то оставаться, да. Вот я. Я думаю, еще один момент, не знаю, девочки вроде бы не говорили, это что вы должны гореть своей мечтой. То есть если вы не горите, если вы понимаете, что это мечта, которая недолгосрочная, но вас надолго не хватит просто. Вы перегорите и все. Вы вложите туда финансы, вы вложите часть себя, но это быстро-быстро закроется. И еще, прежде чем что-то начинать, просчитайте. Мечта мечтой, да, это хорошо, но просчитайте все эти моменты финансовые. Например, сейчас очень много детских проектов, которые открываются и они закрываются, потому что девочки накупили кучу классного оборудования, много-много вложили туда-туда, а оно не пошло. То есть поэтому начните с минимального. Я не говорю, что у меня идеальный пример, но попробуйте себя, вот как Зоя говорила, вот потихонечку, и потом оно наберет-наберет обороты, потому что когда вы хотите вау сильно много, иногда вас просто не хватит на это все. Опыт работы. Ну, опыт работы, ну, понятно, как бы, да. У Марины этого опыта не было, он у нее сейчас, но она, тем не менее, успехи очень большие делает. Но не всегда опыт работы тоже работает. Вот про мечты, ну, на собеседованиях есть такой вопрос, да, кем вы себя видите или где вы себя видите через пять лет. Как правило, его очень не любят. Но про вас, да, и вот как Настя говорила, про мечты, да, что она должна быть, то вот как вы видите развитие своего дела, когда вы назовете его успешным? Или, может быть, вы можете назвать успешным его уже сейчас? Ну, я через пять лет очень бы хотела, чтобы мы были в своем собственном помещении, а не в арендованном. Ну, вот. И, ну, я благодарна Богу за команду, которая у меня есть, ну, педагоги, логопеды, которые работают. Ну, каждый человек — это какая-то история в моей жизни, да, то есть каждый человек, который пришел в мою жизнь, как бы это определенная история, которую я не перестаю удивляться Божьей милости в своей жизни. Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы это была команда еще более лучших профессионалов, может быть, ну, больше, как бы, ну, у нас логопеды сейчас, мне бы очень хотелось, чтобы и психологи у нас работали, как бы профессиональные, ну, как бы более шире, скажем так, у нас была бы команда, и очень хочется свое помещение, потому что, ну, сами знаете, аренда в Арпене очень дорогая, как бы это каждый раз это вызов, но это серьезный вызов. Наверное, у меня такая же история. В Арпене мы сейчас тоже находимся в арендованном помещении, чтобы создать условия и большой танцевальный зал, и место, чтобы дети могли переодеться. Это довольно все объемные территории должны быть. Поэтому потихоньку мы развиваемся, находим комфортные условия для детей, чтобы это было тепло. Развиваемся непосредственно, посещая танцевальные мастер-классы, развиваем своих деток. И, наверное, развитие – это в том, что ты видишь результат своей работы в детях, что, чему они научились, итоговая работа, как и во всех, наверное, учебных заведениях, учреждениях, что в конце подведения итогов открытые уроки, ты видишь, каких успехов достигли твои воспитанники в конце учебного года. Вот это и есть развитие. И ты с каждым годом ставишь планку. Большая конкуренция. Есть к чему стремиться. Ты наблюдаешь за коллективами города Киева, что ты наблюдаешь, что много фестивалей, конкурсов проходят не только на территории Украины, на территории за рубежом. Сейчас большие возможности. Поэтому стремимся показывать достойный уровень и развивать своих воспитанников достойно. Я сейчас столкнулась с определенным потолком в своей деятельности, потому что людей, которые хотят, чтобы я им предоставляла услуги, очень много, а времени, силы очень мало. То есть, так как организатор по всей Украине, поэтому у меня были года, когда я бывала за неделю по два дня дома только. И это все время в дороге. И ты приезжал, переодевался, ехал в другой город. Утром в одном городе, в Харькове. На следующее утро у тебя мероприятие во Львове. Постоянно это разные мастера. Поэтому, наверное, моя мечта через пять лет, чтобы это была какая-то платформа оффлайн, онлайн, где бы те мастера, с которыми я сейчас сотрудничаю, вышли из своей зоны комфорта и делали свои мастер-классы разных этапов, открытые онлайн и выездные, чтобы это было более качественно. Потому что, ну, они видят, что они должны провести людей, чтобы люди потрогали все руками, потому что у нас сфера в бьюти, они должны научить людей делать красивыми. Я вижу это немножко, как уже в своем направлении, немножко по-другому. Поэтому сейчас вот я борюсь с этим потолком, борюсь со своими мастерами и, конечно же, мечтаю о каком-то продукте, потому что, ну, для меня это важно, чтобы был какой-то отдельный продукт, потому что я, наверное, все-таки человек не только ивентовый человек и продукта, в который я бы вкладывала свои силы, свои знания, свои ресурсы. То есть, конечно же, это команда, потому что это один из моих очень больших минусов, и я не умею сделать хорошую команду, потому что я в силу своего характера слишком слабохарактерная или как. Ну, я не могу сказать это по бизнесу, но это... Нет, я объясню, почему. У меня, когда люди работают, они не работают... Я не знаю, как правильно это объяснить. То есть я не могу заставить человека работать с 9 до 6, чтобы он это делал качественно. Я всегда, там, к ребенку, да, хорошо, туда, да, хорошо. То есть я не умею держать людей, то есть не могу быть строгими руководителями. Это очень большой мой минус, который очень сильно негативно влияет на мой бизнес. Это была очень честная фраза. Девчата, мы, в принципе, дякую вам за дискуссию и вам за то, что вы были нашими слушателями. У нас сейчас есть остальные несколько вопросов. Если вы хотите что-то запитать у Марины, у Зои, то я могу передать вам микрофон. Есть, да? Какое название студии? Мы потом, в принципе, можем разместить там информацию про спикеров, и вы сможете ознайомиться больше. Есть, да? У меня вопрос к Марине. Вот вы сталкивались с неудачами, с каким-то в бизнесе, да, с провалами. Как вы, как верующий человек, который просит одобрения у Бога, водительства, расцениваете потом вот эти вот неудачи? Нет ли огорчения, какого-то разочарования? Подимите, пожалуйста. У меня второе образование – это христианский душепопечитель, поэтому я все воспринимаю в разрезе каких-то трудностей. Это близкие отношения с Богом. То есть он допускает какие-то трудности в моей жизни, чтобы я его больше узнала, увидела свое сердце и менялась постоянно. Потому, когда у меня возникают какие-то трудности в бизнесе, в первую очередь я смотрю, что у меня в сердце не то, к чему прилепилось. Либо это сейчас финансы, либо это какие-то мои там желания, я не хочу красненькую машинку, а беленькую, допустим. Или что-то там еще. И он постоянно вот это улаживает. Поэтому у меня это любая трудность, это странно звучит, но просто так душепопечители воспринимают, любая трудность – это как радость, потому что, значит, Бог работает с твоим сердцем. То есть я это все принимаю так. И по скриптам у Марины все-таки червоный автомобиль. Дякую вам. Похлопаем, будь ласка, нашим учасницям. Сподіваюся, что на наступный раз, на наступный бранч тут зі спикеров будете и вы в том числе. Вы нам обовязково расскажете, как вы использовали эти идеи. Можете декілька рекомендаций дать? Что вы делаете для того, чтобы ваш проект был успешным? Да? Что вы особисто. И сразу рекомендации и другие. Ну, я когда-то услышала, когда я только-только начинала, мой поиск был. Я когда-то какое-то важное решение, я пощусь. То есть это обычно 5 дней поста. И Бог ответил на мою молитву через плане ивентов, через 9 месяцев. Ну, это долгое ожидание было. Я не знала, чем заниматься. Я стояла опять повторюсь той кучей товара. Вот. И я не знала, куда двигаться. Он ответил. И потом это все начало движение, движение. И я в тот период услышала одну фразу, что за 5 лет вы сможете стать успешным человеком в той сфере, в которой вы выберете. Любая, какая бы ни была. Например, вы там любите нырять с аквалангом, вы через 5 лет станете успешным тренером или вы кем-то еще, если вы будете вкладывать это в время, силы и все остальное. Поэтому как пожелание вам, если у вас есть какая-то мечта, независимо от вашего возраста, независимо от вашего старта, независимо от тех финансов, которые у вас есть, вы поверьте просто, что через 5 лет, если вы будете вкладываться, вы будете работать над собой, работать над тем, куда вы хотите прийти, то вы станете успешным. Может, не лучшим, прям первым топом, но вы будете успешнее, чем вы сейчас как минимум. Ну и второе, то, что я вам уже говорила, не попробуешь, не узнаешь. Это для меня сейчас девиз. Просто пробуйте, узнавайте, рискуйте. Жизнь одна, и нам просто нужно что-то делать, а не сидеть в той зоне комфорта, в которой мы находимся. Мои советы. Первое, будьте уверены, уверены в своих силах. Второе, семь раз, отмерь, один раз отрежь, продумывайте все, что перед тем, как начинать, все надо продумывать. и третье, будьте честны, как написано, Кесарю Кесарева, Божья Богу. Надо соблюдать перед государством, если мы открываем бизнес, если не обманывать, если мы становимся частными предпринимателями, как законные, послушные граждане платить налоги, а для Бога, перед Богом отдавать то, что Богу принадлежит десятую часть. Вот мои рекомендации. АПЛОДИСМЕНТЫ Мечтать, мечтать по-крупному, не бояться этого. Второе, это вкладывать в себя, учиться. И третье, качественно делать то, что вы делаете. Когда вы будете делать это качественно, люди о вас будут говорить. Знаете, мне очень приятно было недавно с одной мамой общаться, она говорит, слушайте, у вас такая классная церковь, я говорю, почему? Говорит, ну вот хлеб я покупаю у вас, ну как бы парень, да, у нас Дан делает хлеб. Потом, там ландшафтный дизайн, как бы я у вас, человека беру с церкви. Как логопед мы к вам ходим, в садик мы тоже к вам в церковный ходим. И вот она еще-еще назвала, я думаю, ну как здорово, когда есть качественный продукт какой-то, да, когда люди, ну мы ищем качество сейчас, да, в этом мире, когда куча-куча всего некачества, а мы ищем качество. И поэтому, если мы будем мечтать, мы будем вкладывать в себя, и мы будем делать качественно то, что мы делаем, вы будете успешны. Я вам желаю успеха в этом. Все, тогда мы запрошу... Вы могли бы потом задать до спикера? Давайте, давайте. Есть бухгалтер, что-то надо просчитывать. Мечта-мечта, я же говорю, а вот эти цифры, как бы их все равно надо просчитывать, потому что... Ну, ваш муж, наверное, не захочет, да, чтобы вы тащили в минус свою семью, как бы. Ну, мой тоже муж иногда не хочет. Да, конечно, мы перед законом, когда мы берем наемных работников, мы должны официально составить договора, или цивильно-правовой, или трудовой договор, так как мы хореографы и вообще не владеем этим, поэтому мы обращаемся к услугам юристов профессиональных, нам составляют договора, мы вкладываем в это деньги, мы платим услуги бухгалтерам, которые просчитывают нам бухгалтерию, да, это делать надо обязательно. В плане рисков, когда я вкладывала в бизнес, то, ну, понятно, что из-за того, что я была финансовым директором, я просчитала все, но есть очень много факторов, которые очень сложно в Украине просчитать. И на данный период времени, так же, как и девчонки перед законом, да, я оплачиваю налоги конкретно за себя, за тех людей, которые у меня есть, если они работают, просчитывая, но всегда, всегда есть риск, если вы планируете бизнес, то вы рассчитываете не на 100% прибыли, а хотя бы на 10-20%. То есть, тогда, ну, это будет более реально, то есть, и вы должны ставить себе долгосрочные перспективы для того, чтобы окупить. У нас уже прошло время инвестиций в 200-300%, Украина уже перешла этот этап, мы зарабатываем намного меньше, но от этого мы не становимся менее несчастливыми, и счастье изнутри, как вы все прекрасно понимаете. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Украины